так друзья что вижу перед глазами участников осталось 54 остальным желаю спокойной ночи так каталог семян валерия железов надеюсь потом нажмете вот теперь наверно снизу вверх сагалок косточки войлочной вишни зашли сейчас 8 кустиков пётр спасибо так просмородину есть ролик так это видимо не ко мне так Валерий Кузьминский кусты смородины природника можно обрезать так теперь да можно обрезать смотря цель какая например в середине лета полуадресневевшие молодые ветки приросты последнего года хороши как будущее укорененное деревья это называется зеленое черенкование по железову но это отдельный разговор сколько резал я не замечал что у меня погибла смородина или крыжовник другое дело надо ли обрезать вот принципе вот как он растет в искусстве может быть три года может быть восемь лет может двадцать лет как правило люди не знают свойства смородины с крыжовником я меньше знаком совет даю в данном случае про смородину значит хорошо если не семечко если семечко сразу выкапывать и выбрасывать если все-таки укорененные как проверить не знаю как это отдельный разговор вот чтобы корни увидите вам продадут а вот что интересно кустарники в отличие от саженцев чаще продают чаще не всегда но чаще продают и на горшках они маленькие компактные очень удобно но дергать не дадут и по морде дадут потому что когда выдерните вы увидите что он не укоренен толком и вы получается что если все таки вы точно знаете что семечки то выбрасываете если укорененные то садите первые пять лет растет начинает на четвертый третий четвертый пятый год дает уже прекрасный урожай из пятого года вы самую толстую ветку вырезаете это есть обрезка вырезаете целиком вот ваша задача чтобы симулировать рост еще более молодых веток хотя и пятилетная ветка варуса казалось бы но таким образом в течении 20 лет вы дерево не погубите вместе с отрезанными ветками самые старшие будут уходить болезни и она не будет дичать а если просто посадили собираете урожай собираете где-то с десятого пятнадцатого года видите что стал такой весь больной куст весь это ну тогда вы опять же обрезку делаете но уже если до этого не делали как я говорил каждую весну по одной самой сильной ветке варусский способ намоложения то тогда уже а вы этого не знали у вас кусту 15 лет а он уже наладован так что он уже старик взяли его буквально весь вырезали оставили там одни пни и пенечки это я вот смотришь молодой вдруг оказался так привал яблони грушу после просмотра вебинара груша 2 1 планы 3 год яблони все думают ну неплохо неплохо поздравляю если вы знаете что нам всегда обещали на 5 8 12 год оказывается если все делать по уму а главное правило помните я говорю как можно ниже то как можно ниже это и оказывается что практически там ветка подвоенная взрослая на которой плеваете ветка привойная тоже со взрослого дерева чего там ждать ты четыре года и уйдите плоды и без сорока обработок так реклама двигатель отставил youtube как к контекстные ролики на вашего хозяйства не обращать внимание так работе системы то она то работает а позориться то не она позоримся мы вот как добрый вечер наручники решили убрать участка слива сливы 4 года плоды крупные вкусные возможно ли посадить на свой час а как это идет конечно возможно четыре года сливе она может быть такие как мои мощная уже там допустим 2 на 2 ростик а то еще больше то есть диаметре 2 вверх 2 ну что берите лопату копайте отступили подальше от стамбой копайте в круговую канаву канаву заглубляйте 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 вот постарайтесь максимум выкопать корней раз уж надо ну а потом берете секатор и это и какая бы она ни была красивая крона вы начинаете кромсать кромсать отрезать не каждую ветку укорачивать а самые крупные ветки наполовину раз как раз самое только самые крупные назовем скелетные вот те скелетные обрезайте и вот и после этого пересаживайте также пометите где что можно пометить юг-север это очень важно особенно для дерева который уже не молодой так дороги она и так саленград адрес есть на сайте а что это марина спрашивала видимо ты снизу вверх неудобно и сверху вниз еще один вопрос вы продаете семечки кошки культурных деревьев я не ботаник народе слышал что из них вырастают дички тогда какой смысл покупать культурно ладно слушайте внимательно и спасибо за вопрос лишь вся реклама мне не помешает и так мичурин установил работа именно с антоновкой но я подозреваю что только с антоновкой вот потому что у нас и свой мичурин это называется борис боднар город черемушки хакасия значит он все весь свой сад великолепнейший вкуснейший вырастил из магазинных семян вот все это был не сад и почему бы он сейчас есть это сказка это чудо вот подчеркиваю из магазинных семян это один момент попротив него на другую чашу весов кладем гирьку от мичурина то есть мичурин что сказал есть он взял антоновки взял семена из них выросли дички но он специально сказал это потому это он решил а то он уку испортил по двое по двое было не дико яблони не знаю работали допустим еще с более роскошным дело в том что антоновка она тоже по моим понятиям не без греха то есть у нее уже изначально детей яблони в крови она благодаря им то что у нее она является гибридом и один из ее предков была дикая яблоня это означает что она обязана своей супер морозостойкостью раз во вторых нельзя почему используется как подвой нельзя считать что она шедевр до сих пор говорят они как с ностальгией почему что это это допустим где чаще всего они как как и федерри например курская область сейчас говорят нет антоновки выродилась я понимаю вот ее прививали но это не помогло все равно выродилась любое дерево любой сорт вырождается антоновка старинный сорт пришла пора много поколений и получается так что но и самое изначально еще что почему не получился мичурина она и сразу то вкусно особо не было я проезжал с тольятти на украину перегонял шестерку этого жигулей талии паталону мне лучшему и прочему паталону чудо и чудес и я шестерку перегонял на украину мы ехали как раз через тот эти самые края где этот шофер помогал я надел шофера 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 тольятти антоновка антоновка мы едем мимо антоновка ну тогда что я наличанин возьму да и куплю и поугощу остановились подхожу стоят бабушки под этим деревянным навесом везде яблоки 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 желтые некрупные вот время первый снег вот у всех антоновка взял килограмм есть не стал то это еще тогда было это был 72 год а потом мой антоновка выродилась это один момент другой момент 7 семечка культуры я за них никогда голову насечения не отдам но косточковые они лучше сохраняют материнский качество те же вкуснейшие сладкие эти самые китайки да им уже некуда уже портиться они так сколько поколения в жизни не встретил ни одной китайки привитой хоть на что хоть на тёрн хоть на лучу ни разу а мы их едим а мы собираем бедрами вы же видели это касается слив сливы крупноплодные вот мои допустим да там ника допустим сувенир востока или венгерка что из них будет я ни одно еще не видел в жизни это вы мне расскажете купите помните тряс мешочком там 600 косточек а что из них вырастет может быть и вот этот товарищ который усомнился да какой смысл покупать культурный вот он допустим пока ему не по не докажешь а у меня жизни не хватает не хватает жизни я и так заменил собой несколько институтов вот одним своим телом прикрыл а кто-то все равно покупает вот недавно у меня купили 40 таких 40 таких 50 таких 30 таких короче несколько сотен уже я распредал и получается что вы худо-бедно потом расскажут подойдем я говорю что вам не призываю вас именно вас выразить сомнения несколько лет и все станет ясно это касается абрикосов слив, вишен, черешен, персиков вот персики на что уже меньше не бывает но они же это когда из косточки вырастили но они же все равно это вкуснее чем эти кислятина вроде персик все а у кислый его снимали с дерева в узбекистане то ясно какой зеленый иначе хрен доехал бы до нас ой извиняюсь и грубить начал так как мог ответил совет марине отправьте письмо прямо по почту Железова так у нас глины грунтовой воды даже зависит такой глубине у колодца вода на 10 на 10 куба или кубу более так я могу задать вопрос фото понятно где Железов это самое а вот пожалуйста есть куда отправлять так все таки я вопрос не понял глина грунтовой воды если вы не затрудняетесь тогда хорошо раз далеко так скажем раз затрудняется нам далеко а кстати хорошо я бы не сказал а если 40 метров до воды но почва чисто сухой не бывает до воды имеется ввиду там где устойчиво это горизонт так Валерий Косинович когда идет разработка сайта фотографии вставляет разработчик для того чтобы повысить привлекательность стоимость своей работы зачастую сам питомник этим фотом не имеет никакого отношения не знаю мне кажется питомник отвечать должен за свои фото я считаю должен Андрей из Латвии спасибо Андрею вот благодаря вашим фотографиям удалось целую тему раскрыть она касается и вашей Латвии и соседней Белоруссии и Украина там тоже я же жил в западной Украине здоровее климата не было на планете сказал этот самый мне уже все такие вещи врубаются в память у меня без памятного сказал что 1 декабря начинается зима значит этот учитель в школе значит там в Волынской области 1 декабря попадал снег сказал что начинается лето с 1 марта значит 1 марта все растаяло и нормальный климат был и не было никаких хлебей ничего вот разве какие были сады а какие эти вот а какие песни украинские до сих пор в груди вот что такое было но это в садах все было а сейчас ведь уничтожили все и меня что обидно да вот упомянулись опять это Сергей упомянули эти сайты какая ненависть сквозит ведь все время кто-то за меня заступится и вот тут же раз и стирают вот кто-то это ведь они простые люди там их миллион или полтора кто-то заходят они не могут про меня ни плохого ни хорошего не может не слышали и только стоит это из тут же сразу грязь для того чтобы люди но людей же подставляете откуда же им тогда узнать как теперь на самом-то деле растить то что к дереву секаторам то надо подходить это 7 раз отмерь а у них 7 раз отрежем потом мерить а чем мерить то так ну что закончили наверное а нету там еще и кажется есть иркутс на связи если я привел яблони вращем двумя черенками пошел в рост только один что делать со вторым которые мертвые или пошли в рост оба оставлять оба не ваша это самое главное боль потом придут годы поймете сами что делать у меня когда оба пошли и оба вертикальны он урожающий я боялся что все рухнет я канатом связал да и все делов то проблемы наши а вот когда только один пошел второй в мертвые ваши делать это можно даже вообще не трогать просто это только выдернуть оттуда бывает клин выдернешь вот а там дырка я уже так и не трогаю а сама брастет так 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 уважаемый эрик астиныч юрга кем расковысь господи это же тайга у меня к вам вопрос у меня скорее подряд у себя на даче садили яблони и вишни каждый год повторял ситуацию муравьи поселяются на корнях деревьев деревьев засыхает нет нет муравей они засыхают они просто засыхают то же самое происходит и на грядку стоит обработать их плоскорезами закрыть картоном сразу заводится муравей грядочные муравей ко мне не относятся вот для меня их не существует что касается этих муравей значит первый год допустим да я уже говорю так ну хорошо вы увидели что вот буквально посадил дерево вот тут же как бы домик для муравьев сделали они тут же начинают вы взрыхлили почву вы им помогли они не знают вредят они не вредят они просто используют совместное проживание а деревце еще маленькое вот или они не имеют отношения или если даже из-за их работы они там вроют норы 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 я буду уничтожать я говорю как можно беречь вы только чуть-чуть троньте эту самодельный небольшой еще муравейник и они там ходы изрыли прямо промеж корней вот как у вас да вот они сразу знаете самое забирают что у нас есть личинки уходят все ни один никогда развертый муравейник он уже не остается таким навсегда вот а что касается грядок да делайте что хотите там тоже это они тоже самое пытается пристроиться где только могут мне вот была перевернутая бутылка смотрю муравейник прямо в бутылке ну и что я тогда корень огородил чтобы никто не потревожил бутылку вот и все у меня с десяток муравьев поселилось или прямо как вот у вас или рядом все деревья живут но я не говорю что вам надо делать то же самое чуть-чуть разворошить они уйдут ну не поливать же их уксусом как эти самые причем специально даже не имея понятия что здоровое деревья тля не поселяется если тли на дереве нет там и муравьев нет а этим самую сторону берут уничтожают целые ветки вот дерево начинает болеть теряет иммунитет поселяется тля муравьи ура полезли за тлей вот сами же столовую для муравьев устроили а потом давай их уничтожать вот эта глупость которая не эти не телеканалы этот бобер не эти самые феи и вообще садовый мир научные не знают об этом они не знают в рыбальные деревья они не знают что их нельзя трогать тогда они болеть не будут так за это мы все здороваемся все ну что нормально нормально я по крайней мере душу отвел потому что видеть вот это и чувствовать свою беспомощность это страшно вот еще один еще раз появилась я еще антон валерьевич три минуты займу появилась страшная вещь в начале это вторая волна она страшнее первой почему первая волна это появилась средства массовой информации которые в огромном количестве начали тиражировать смертельные советы о чем не авторы не подозревали не читатели не подозревали вот помните в книжку с вами проработали да чтобы вишня больше всех нуждается в обрезке вишня их просила вот или там при усаде на хозяйство которое миллион экземпляров а там эти очень страшно вспоминать тоже да и вот люди которые уже вырастили они начали их уничтожать вот и вот это уже такое равновесие у кого-то растет вопреки кто-то начитался у тебя не совету а выполнить не может некогда некогда это обрезку ой я обрезку не сделал что теперь садом то будет вот так вот а раз я не изувечил дерево что теперь будет он же как же так культурное дерево оказывается отличается от дикого тем что его надо изувечить и вот значит и последняя волна еще страшнее знаете почему это все взяли на вооружение бесконечное число людей которые нихрена в садоводстве не понимают понадергали эти же самые смертельные советы по черному пару по обрезке по эти самые по прививке по всему вот по уходу по и все и что они сделали им ради популярности своего сайта вот этих лайков вот что я тебе сказал долго но этого не слышали этих лайков они в миллионы раз растиражировали ну не миллионы но сотни тысяч ведь посмотрите ведь эту статью кто-то написал когда-то а он взял а у него просмотров миллион шестьсот тысяч помните сколько пока сто пятьдесят тысяч сорок тысяч да пусть даже это самое там сто сто просмотров тысяч просмотров вон посмотрите сколько нас пятьдесят два много научил вот так вот вот это страшная последняя беда ее принес уже интернет те бумажные средства массовой информации научили убивать и убили всем в башку что если ты дерево не изувечил оно и не будет плодоносить вот кстати плодоносят чтоб вы знали не изувеченное дерево вот и больше и дольше потому что уже веток больше на них вот и корни есть кому кормить ну в общем вы поняли меня вот это последняя беда как с ней справиться потому что тиражирование пошло наберите обрезку дико страшное каждый считается изучил что надо внутрь резать нижние ветки резать самое смотрящие вниз резать и этого достаточно чтобы создать фильм с умным видом походить секатором все сайт популярный ему нужны лайки ставьте лайки я вас научил вот это самое страшное что может только быть интернет губит сады у детей нет детства почему дачи забрасывают в диком количестве проедьте по этой дороге сколько их было вдоль сотни тысяч по трансиву проедьте посмотрите что творится сотни тысяч поваленных заборов все а если бы там деревья росли кто бы стал бросать все друзья заканчиваю как лайков нет я не знаю что дают спор лайки для чего а вот каталог семян пожалуйста нажмите это наш хлеб с Антоном Валерьевичем чтобы дальше продолжать до свидания спокойной ночи Антон Валерьевич прислите мне пожалуйста эту ссылку я с вами прощаю друзья до следующей субботы еще несколько интересных тем интригую пока а 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